Добрый день, дорогие друзья! Категорически вас всех приветствую! Вчера у нас вышел ролик по шаману, и он, в принципе, потихонечку начинает набирать просмотры. А сегодня уже подоспело новое видео, в котором я буду обозревать замечательную ведьму. Да, именно этот персонаж мне больше всего понравился, и я, конечно, понимаю, вы хотели разбойника, но разбойник будет уже следующим. Итак, кто же у нас такая ведьма? Ведьма, в принципе, это тот же самый варлок из World of Warcraft, и специализации у нее, конечно, те же самые. Это классический афлик, это классический дестер и демонолог. Давайте посмотрим вообще, что дают специализации в нашей любимой Area of Legends, и как изменяется геймплей при непосредственном изменении ее специализации. Для тех, кто не знаком с World of Warcraft, поясню. Специализация укус духа специализируется на нанесении урона в течение времени. То есть мы накладываем доты на противника, которые будут очень долго на нем находиться, и будут наносить ему урон в определенное количество времени. Огонь судьбы, это в свою очередь дестер варлоки. В этом случае мы больше будем полагаться на огненную магию и наносить больше ауешного урона, то есть урона по площади. Ну, а без огон, как по моему мнению, наиболее интересная ветка, это ветка демонологии. Здесь мы будем призывать дополнительных импов, которые будут очень также помогать нам атаковать таргет, которыми мы сможем жертвовать для получения бафа. Поэтому, мне кажется, достаточно интересная вещь. Ну, что же мы все от специализации до специализации. Давайте посмотрим непосредственно, как будут меняться наши способности при использовании той или иной гравировки. Наша базовая атакующая способность носит название «Адское пламя», и мы, в принципе, просто выпускаем магический заряд в свою цель, которая наносит урон. В случае использования гравировки мучения, мы будем накладывать на противника дот, который будет стакаться до трех раз. Гравировка «Чертов огонь» будет накладывать на нашу автоатаку специальный эффект. После нанесения трех автоатак по одной цели, цель будет взрываться и наносить урон всем в округе себя. А если мы будем использовать ветку демонологов, то наша базовая автоатака будет иметь шанс призвать маленького бесенка на нашу сторону. Таких бесят можно иметь только три. Наша первая базовая способность называется «Проклятие», и мы при помощи этой способности проклинаем своего врага, и он начинает получать урон в течение 10 секунд. В случае, если мы будем использовать «Аффлек ветка», то эта способность получит вампиризм, и мы будем получать здоровье за нанесение урона. А «Огненное проклятие» в свою очередь будет накладывать эффект горения, который можно будет использовать непосредственно уже с другими способностями этой же самой ветки. Гравировка «Проклятие» в Селине будет жертвовать одним нашим бесом, но при этом значительно увеличивать урон от этой способности. Вторая наша способность – «Воздаяние зла», и она тоже накладывает дот на противника. Гравировка «Круговорот» увеличивает урон от этой способности и дает нам шанс наложения более сильного дота после того, как эффект «Круговорота» закончится. Ликвидация увеличивает моментальный урон от этой способности и при этом увеличивает шанс критического срабатывания. Гравировка «Злого духа» также будет жертвовать одним нашим бесенком и также увеличивать урон от этой способности. Дальше идет наш любимый пэт. При использовании этой способности мы будем призывать потустороннего духа, который будет сражаться на нашей стороне. После некоторого времени мы можем провести слияние с этим демоном и превратиться в свою демоническую форму. В этом случае мы потеряем все свои способности, но у нас будет одна мощная автоатака. При использовании этой способности с гравировкой потустороннего духа мы будем наносить 40% от своей атаки всем окружающим и при этом получим 10% вампиризм. Слияние с демоном при использовании гравировки «Нечестивое пламя» будет наносить всем врагам в округе 150% магического урона и наш шанс критического урона будет увеличен. Ну а если мы будем использовать гравировку дьявольских лад, то мы повысим свою магическую атаку, а также защиту. Далее идут способности для контроля. Способность «Ад» наносит противникам урон и восстанавливает нам часть здоровья. При использовании этой способности в ветке «Афлика» урон от этой способности будет увеличиться за каждый негативный эффект на цели от нас. То есть максимум стакается до трех раз. Огненный ритуал будет наносить увеличенный урон, если цель будет гореть. Как вы помните, наш первый дот будет накладывать эффект горения, который как раз таки будет и поглощаться огненным ритуалом. Демонический танец будет призывать одного дополнительного беса при использовании. Область тьмы – это наша стандартная АОЕ способность. После использования этого заклинания мы нанесем урон вокруг цели. Гравировку «Укус духов» будет дополнительно оглушать цели в радиусе своего действия. Гравировка «Огненной воронки» стянет всех врагов в одну точку. Ну а демонический строй пожертвует всеми вашими бесами, но при этом урон будет наноситься не один раз, а несколько. Количество урона будет зависеть от количества пожертвованных демонов. Но это еще не все. Не забываем про наши два суперских тайных навыка. Поглощение душ позволяет нам нанести моментальный, достаточно мощный урон по цели. Потрясение души накладывает эффект страха на нашу цель, то есть эффект контроля. Мистическая бомба накладывает на цель дебаф, который будет получать урон, и после короткой задержки цель взорвется и нанесет урон всем противникам в округе. Порочное исцеление позволяет нам исцелить самого себя и при этом снять все эффекты контроля. Духовное руководство призывает дорожку жизни, которая будет наносить урон врагам и исцелять нас. Ну а подпитка злом высасывает атаку у наших ближайших противников, и при этом увеличивая нашу атаку на количество высосанной энергии. Ну и само собой у нас имеются ветки талантов, которые примерно распределяются очень банально. Если вы качаете первую ветку, то качаем первый столбик, вторую ветку, второй столбик, третью ветку, третий столбик. Можно немножечко нивелировать, но чаще всего именно таланты увеличивают непосредственную ветку, в которой они находятся. Итак, что же мы имеем в конце? Ведьма это просто бомбический демедж дилер, у которой есть как урон по соло таргету через доты, так и ауешный урон, так и контроль. Просто очень сильный дамагер. Да, если у вас есть проблемы с отлеживанием бафов и дебафов на таргете, и вам трудно делать несколько вещей одновременно, как планировать кулдаун и всякое прочее, то, наверное, ведьма будет для вас сложна в освоении. Ну это, конечно, и понятно. На ней стоит целых 4 звезды. Ну а в том случае, если вы хотите наносить действительно очень сильный урон как в пвп, так и в пве, то ведьма это определенно ваш выбор. Надеемся, вам понравился этот обзор, и вы обязательно будете ждать обзор следующего класса. С тем большое спасибо за просмотр, дорогие друзья, и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова